Что скрывает Виновская роща? Кто такие киндяковы? Почему на их земле был возведен масонский храм? Кому принадлежали заброшенные склепы? И кто установил Гончаровскую беседку? Обо всем этом мы расскажем в нашей передаче под грифом «Секретно». Все ульяновцы хорошо знают и часто посещают парк Виновская роща. Он расположен недалеко от центра города, но, как ни странно, хранит немало тайн. Одно из самых его загадочных мест – большой склеп. Его удается найти не с первого раза. Говорят, именно здесь обитает виновское привидение, пугающее припозднившихся гостей парка. Скептики называют его винным погребом. Однако, почему над погребом возвышается огромный крест? Правда, сейчас он погнут. Легенда гласит, что в советское время решили покончить с каменным крестом. Пригнали гусеничный трактор. Мощная махина пыталась вырвать его с корнем, но символ христианской веры не был повержен. А может, символ масонства? Известно, что крест из дикого камня был одним из символов вольных каменщиков. Как утверждают научные сотрудники Центра музея Гончарова, это все-таки склеп. И здесь была захоронена мисс Дженни Томпкинс, гувернантка Екатерины Максимилиановны Перси Френч, последняя из рода Кендяковых. Она прожила рядом со своей воспитанницей более 20 лет, до самой смерти. Дженни Томпкинс сумела стать для Екатерины не только учительницей, но и близким другом. И вот когда она умирает в 1893 году, то Екатерина Максимилиановна решила почтить ее память и захоронить ее в фамильном склепе. И вот по одной из версий, за мной находится тот самый склеп, где была захоронена гувернантка. Но впоследствии, боясь разграбления каких-то варварских действий, было решено перезахоронить останки любимой гувернантки. Кстати, недалеко от большого склепа находится второй склеп, поменьше и старше по возрасту. Вход в него практически полностью завален. К сожалению, кто здесь покоился, неизвестно. Краеведо-исследователи называют территорию, где сейчас расположен парк, Кендяковская гора. Раньше ее называли Кендяковка по фамилии дворян, которые владели этой землей. Здесь находилось их имение. К сожалению, среди множества широко известных симбирян, дворяне-кендяковы, входившие в светское высшее общество не только Симбирска, но и столицы, остаются малоизвестными. Есть основания полагать, что первым владельцем деревни Кендяковки был Исай Григорьев, сын Кендяков, который, видимо, в конце 17 века основал деревню и построил на ее южном краю на высоком плато. Большой двухэтажный каменный дом. О времени постройки этого дома, его принадлежности именно к 17 веку, свидетельствует большимерный кирпич. Согласно архивным материалам Ивану Исаевичу Кендякову, земельные угодья к югу от Симбирска вдоль берега Волги были пожалованы в 1703 году. Так была основана деревня Виновка, которая сейчас находится в овраге около Виновской рощи на берегу Волги. По одной из версий, название появилось от винного врага или оврага. Как утверждают старожилы, в конце 17 века здесь был винокуренный завод. В 1794 году, в период генерального межевания земель, внук Ивана Исаевича Василий Афанасьевич Кендяков владел в Виновке полутора тысячами десятин земель. В этой деревне он имел 125 душ крестьян и, кроме того, имел земли и крестьян в других селениях Симбирского уезда. Именно при нем в конце 80-х, начале 90-х годов 18 века в юго-восточной части Виновской рощи, где сейчас футбольное поле, было построено здание масонского храма, пожалуй, единственного в России. Его руины сохранялись до конца 1920-х годов под названием Кендяковская беседка. Это было фундаментальное каменное сооружение высотой до 16 метров с четырьмя портиками с изображением масонских символов. Появление здесь такой беседки, на крыше которой стоял Иоанн Креститель, статуя Иоанна Крестителя, было очень привлекательным для симбирян. Об этом очень много сохранилось всяких воспоминаний. В 1789 году Кендяков оказался одним из шести в Симбирской губернии подписчиков на древнюю российскую библиофику, издание известного просветителя Николая Новикова «Масона». Из всего этого следует, что Василий Афанасьевич был членом первой в Симбирске масонской ложи, хотя письменных доказательств не сохранилось. В Симбирске первая масонская ложа «Золотой венец» появилась летом 1784 года. Ее основатель Иван Петрович Тургенев, уроженец Симбирска. Один из активнейших деятелей московского масонства, член ложи «Дружеское ученое общество». Членом ложи был историограф Николай Михайлович Карамзин. У Василия Кендякова было три сына – Петр, Павел и Лев, и две дочери – Юлия и Олимпиада. Нас интересует и Лев Васильевич, младший сын. Молодой отставной майор артиллерии, находясь в Петербурге, едва избежал ссылки в Сибирь. Благодаря приятелю ему удалось спрятаться в родовом имении в Кендяковке. Сохранился в мемуарах такой факт, что весной 1837 года Лев Кендяков с женой Анной Владиславной и дочерью Аделаидой выехал на лечение в Пятигорск. В Пятигорске оказался их знакомый по Сибирску Сатин, товарищ Лермонтова, который познакомил Кендяков с находившимся там Лермонтовым. Знакомство оказалось продолжительным и результативным в том отношении, что по одному из предположений Аделаида стала прототипом княжны Мэри, а ее мать Анна Владиславовна – прототипом княгини Леговской в романе «Герой нашего времени». Интересно, что все та же Анна Владиславовна Кендякова по одной из версий стала прототипом бабушки в романе «Обрыв» Ивана Александровича Гончарова. Это стало известно благодаря писателю-этнографу Лендеру, который в 90-е годы XIX века посетил усадьбу Кендяковых и беседовал с Софьей Александровной, внучкой Льва Васильевича Кендяковым. Документальных подтверждений этого факта самого Гончарова не сохранилось. Дом Льва Васильевича Кендякова, унаследованный от отца, деда и прадеда, к сожалению, не сохранился. Но, говорят, он был местом примечательным, куда симбирские губернаторы иногда завозили своих гостей из Москвы и Петербурга. Вот одно из свидетельств этого характера, относящееся к лету 1838 года. «Не угодно ли прогуляться, версты за три, господину Кендякову предложил мне губернатор. Охотно отвечал я, господин Кендяков знаком мне, я рад увидеть его. Приехали, вошли в гостиную и встретил меня хозяин, которого я никогда не видел. Оказалось, что я коротко знал двух его братьев. Сели на балконе, погода прелестная, местоположение превосходное. Ущелья при горке казались отрывками Швейцарии или Тавриды. Подавали мороженые персики, абрикосы и виноград, предтем лишь срезанные». Из этого повествования мы узнаем, что старый двухэтажный каменный дом был с балконом. А на северном берегу пруда, на нижней кромке крутого склона холма, обращенного на юг, находилась хорошая оранжерея. Как утверждают краеведы, о ней не раз приходилось слышать от старожилов виновки. Местоположение оранжереи было хорошо защищено от ветра с южной, западной и северной стороны, высокими холмами с большими дубами и липами на них. Один из экземпляров этих деревьев до сих пор произрастает в виновской роще. «Вот дуб, который сейчас за моей спиной находится, возраст примерно около 300, может быть, 350 лет. И он, скорее всего, самый старый живой организм на территории нашей области. Ну, во всяком случае, города. И если ему еще ничего не помешает, то теоретически, может быть, он еще лет 50-60-то проживет. Но, к сожалению, в 2017 году был сильный ураган, и часть ствола обвалилась. Но, тем не менее, дуб пока еще жив. Сейчас от барского дома ничего не осталось. Дмитрию Семенову удалось поговорить со старожилами, которые помнили этот дом. По их словам, дом сожгли, а все, что было в нем, местные жители растащили по своим домам. Место, где он стоял, теперь заросло кустарником. По воспоминаниям современников, в доме Кендяковых было все, что говорило не только о достатке ее хозяев, но и образованности. Здесь находилась богатейшая библиотека, которая собирала не одно поколение Кендяковых. На втором этаже была устроена органная комната, где стоял орган красного дерева в 10 валов. И, вероятно, устраивались концерты органной музыки для гостей. Был и рояль фирмы «Юргенс». В этом доме жила и Екатерина Максимилиановна Перси-Френч, последняя из рода Кендяковых. Дочь Софьи Александровны, которая вышла замуж за Роберта Перси-Френч, выходца из старинного ирландского рода, владельца замка Манивей. В областном госархиве мы можем увидеть интересный документ, родословную Френчи из Манивей. Но семейная жизнь Софьи и Роберта Перси-Френчи не сложилась. Через несколько лет по взаимному соглашению супруги Френчи разъехались навсегда, не возбуждая дело о разводе. В самом начале 70-х годов Софья Александровна с дочерью поселилась в Кендяковке у своих родителей. В 1886 году Екатерина Максимилиановна Перси-Френч становится полноправной владелицей Кендяковки. Дом Кендяковок по-прежнему был привлекательным местом для прогрессивного общества. Екатерина Максимилиановна покровительствовала искусству и возглавляла Симбирское музыкально-драматическое общество. В это время она знакомится с замечательным архистектором Шехтелем и с театральным режиссером Константином Сергеевичем Станиславским. Станиславский в поисках сценического прототипа дома обращается к архитектору Шехтелю с просьбой найти материалы имения Перси-Френч. Говорят, сохранились письма как доказательство их переписки. Чем они ценны? Мы можем только по некоторым, может быть, бедным фотографиям увидеть, что это был двухэтажный полукаменный так называемый дом с большим подвалом и так далее. Но если мы найдем негативные фотографии, мы можем узнать, как он выглядел изнутри. По воспоминаниям старожилов, Екатерина Максимилиановна была очень властной и даже в какой-то мере жестокой. Так, если на территорию имени случайно заходила корова-крестьянина из Винновки, черкесы, которые охраняли имение, обрубали ей хвост, после чего она медленно умирала. А в прислугу барыня предпочитала брать немцев. Хозяйство она вела толково. В то время, как большинство ее соседей-дворян разорялись, Екатерина Максимилиановна, как никто другой, прочно стояла на ногах. Ее состояние оценивалось в 50 миллионов рублей. В ее хозяйстве было все, в том числе конезавод. К слову сказать, в Кендиаковском конезаводе растели лошадей на продажу для армии. А на сельскохозяйственных выставках, устраиваемых земством Симбирском, лошади Перси Френч всегда были в числе призеров. Доказательством этому служит похвальный лист от государственного конозаводства, присужденный на окружной конной выставке «Перси Френч, загнедуя кобылу волну». Он был выдан в 1912 году. Также в хозяйстве Перси Френч были каракуленные овцы. Здесь разводили высокопродуктивный бестужевский скот. И вот то, что осталось зримо еще с тех времен, это нацепь, внутри которой находился ледник. Сверху он был еще чуть-чуть повыше, этот холмик покрыт железом. И вот с той стороны была как раз входная группа, которая представляла собой красно-кирпичную стенку и, соответственно, дверь. Здесь хранилось молоко, мясомолочная продукция. Часто посещаемым местом в Виновской роще является Гончаровская беседка. Собственно, недалеко от нее находятся склепы и впалые отметины барского дома. Все это скрыто кустами и деревьями. Можно сказать, что Гончаровская беседка – детище Перси Френч. В 1910 году Екатерина Максимилиановна становится действительным членом Симбирской ученой архивной комиссии, которая под ее руководством стала вести подготовку торжеств в Симбирске, посвященных столетию со дня рождения Ивана Александровича Гончарова. Екатерина Максимилиановна заказала симбирскому архитектору Августу Шаде проект беседки Ротонды, которые и установила как памятник в своем парке. Все расходы на проектирование, изготовление и установку памятника она взяла на себя. Екатерина Максимилиановна Перси Френч установила эту беседку не случайно, в память о том, что именно симбирские места, Волга вдохновили Гончарова на создание своего самого симбирского, самого любимого романа – романа «Обрыв». К 100-летнему юбилею, со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, эта беседка была установлена. Изначально она находилась немножко в другом месте, рядом с барским домом. В годы революции имение Перси Френч было разграблено и разрушено местными крестьянами, но беседка уцелела, и в 1937 году в числе прочих 17 объектов была включена в список памятников культуры, охраняемого государством. В 1967 году беседка памятник Гончарову была перенесена на новое место – высокий холм на берегу Волжского водохранилища, севернее села Виновка, на место барского дома Киндякова. Причиной тому стали размых Волжского берега, оползни и образование глубокого оврага, наступавшего с востока на территорию расположения беседки и создавшего угрозу разрушения памятника. Эта беседка уже более поздняя. В период 2008-2009 году, когда готовили к 200-летнему юбилею со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, эту беседку заново отстраивали из новых современных материалов. Под куполом сейчас установлен как раз четырехгранный обелиск, и вот на обелиске две дощечки. Одна с брельефным изображением Ивана Александровича Гончарова, а на другой дощечке написано, что эта беседка была создана к 100-летнему юбилею. Если присмотреться, эта беседка повторяет формы того самого масонского храма, который был на территории имения Киндяковых. После ареста в 1918 году, загадочного освобождения, попытки остаться в родовом имении Маневей, Екатерина Максимилиановна все же, как многие мигранты, попала в далекий китайский Харбин, где и скончалась на 74-м году жизни. Ее останки хранятся в фамильном склепе в Маневее. А что было с Киндяковкой потом, в советское время? Как рассказывают краеведы, от Барского дома сохранился только ледник. Он был разрушен в 50-х годах прошлого столетия. В военные годы, по рассказам старожилов, когда здесь были воинские части, в леднике хранилось мясо морских млекопитающих. Во время войны был дефицит говядины, свинины, другого мяса, и вот переходили даже на использование мяса морских млекопитающих. Но по воспоминаниям местных жителей, которым удалось попробовать это мясо, они говорили, что, конечно, оно было не очень вкусное. Такое ощущение, как будто сварили вместе говядину, вместе с селедкой. И поэтому даже хоть и голодное время было, но приятного было мало есть такое мясо. До сих пор на территории Виновской роще мы можем наблюдать места землянок и окоп, которые были вырыты в учебных целях. Вот именно где мы с вами находимся, с 1918 по 1945 год находились учебные военные лагеря, и даже была здесь школа военного голубеводства и собаководства. И в том числе готовили бойцов для передовой, многие из которых получили звание Героя Советского Союза и другие ордена. Интересно, что до начала 70-х годов прошлого века в роще служили лесники. В годы войны они старались сберечь рощу с реликтовыми деревьями. Местным жителям запрещали рубить деревья. Для этих целей им были отведены участки в Дуброве. Это лесочек около поселка имени Карамзина. А в 20-е годы прошлого столетия в ручище Малой Винной находилось небольшое сооружение школы ДСААФ. Жители Ульяновска могли пройти газовое крещение. То есть нужно было зайти в противогазе в это помещение, в котором были настоящие боевые газы. И некоторое время посидеть, и потом уже человек с полным правом мог получить значок, что вот он член ДОСАФ. И это еще не все, что таит Кендяковская земля. Говорят, здесь были обнаружены остатки стоянок древних людей. Есть версия, что именно через урочи Малой Винны викинги, или как еще их называли русы, перетаскивали свои суда с Волги на Свиягу. И далее, как видим, Винновская роща – территория с богатой историей, которую надо изучать, охранять и беречь. КОНЕЦ